Друзья, привет! Sorry, качество видео будет фиговым, потому что, к сожалению, перелёт из Москвы в Лиссабон моя съёмная вебка не выдержала. И я жду Чёрную пятницу, потому что, как вы знаете, я всегда великий жмот для того, чтобы купить себе новую вебку, которая бы давала качество. Поэтому вы уж потерпите до Чёрной пятницы недолго, и скоро буду вас радовать нормальным видео. Впрочем, моя мордочка, думаю, не является супер принципиальной для вас, поэтому пусть будет фоном нечто, а вы будете меня слушать и смотреть на слайды, которые я для вас готовлю. Итак, тема сегодняшней нашей онлайн-встречи – это указ президента Российской Федерации, который был подписан 8 ноября и который отвечает на два очень важных вопроса. Первое. Есть ли свет в конце тоннеля в части разблокировки активов с местом хранения в НРД? Спойлер – да. Именно этот указ, собственно, дает этот самый свет, путь, что инвесторы российские смогут обменять свои заблокированные активы благодаря заблокированным на спецсчетах типа СИС средствам недружественных резидентов. Как? Я сейчас расскажу. И ответ на второй вопрос. Можно ли российским резидентам торговать ценными бумагами на иностранных площадках? Вы знаете, что у меня было видео на эту тему, что по мнению юридического департамента ЦБРФ это было нельзя и требовало разрешения правительственной комиссии для того, чтобы стало можно. Так вот, указ номер 844, о котором сегодня пойдет речь, ставит точку в этих спорах. Можно, дорогие друзья. И тоже я сегодня об этом расскажу. Итак, поехали. Первый вопрос. Как же и на каких условиях российские инвесторы смогут наконец-то разблокировать свои зависшие в НРД активы благодаря не менее зависшим средствам на спецсчетах типа СИС недружественных резидентов? Об этом как раз и написано в указе 844. Какие есть ограничения, как это будет работать? Сразу скажу, что смогу ответить не на все вопросы, потому что очень много еще предстоит определить прав комиссии и Центральному банку Российской Федерации. Итак, суть указа заключается в следующем, дорогие друзья, что вы можете свои заблокированные активы, но на сумму не больше, чем на 100 тысяч рублей, поменять на средства, заблокированные у недружественных резидентов на спецсчетах типа СИС. То есть у вас есть заблокированные активы, у них есть заблокированные деньги, вот это можно будет махнуть не глядя и таким образом сделать хорошее решение насущной проблемы. Вы получите деньги, а иностранные недружественные резиденты получат бумаги, ну и смогут их перевезти на свои зарубежные счета. Но лимит пока 100 тысяч рублей. Как это будет работать? Вот есть недружественные резиденты, у них есть заблокированные средства на спецсчетах типа СИС. И на эти средства они смогут обменяться с вами на ваши заблокированные бумаги с местом хранения в НРД. Друзья, речь идет именно про заблокированные активы с местом хранения НРД. И здесь нет речи про активы, которые сейчас находятся в, скажем так, зависшем состоянии на СПБ-бирже. Потому что в части СПБ-биржи мы ждем решения какой-то информации, комментариев от СПБ-биржи, как прошли их консультации в части комплайнса со всеми контрагентами. И мы знаем, что СПБ-биржи выданы генеральной лицензией 076 для того, чтобы СПБ-биржа могла благополучно завершить свои взаимоотношения с американскими контрагентами до 31 января 2024 года. Поэтому какой-то блокировки мы здесь пока не видим. А вот в части забивших активов НРД это имеет место быть. И вот этот обмен с недружественными резидентами будет касаться именно заблокированных в НРД активов. Вот так. Как этот обмен будет происходить? Он будет происходить только на торгах. Условия этих торгов, а также порядок расчета стоимости заблокированных бумаг будет определять правительственная комиссия. Поэтому я не могу вам сказать, как это будет происходить технически. По какой цене вас выпустят из вот этих заблокированных активов, а недружественные резиденты, соответственно, их получат взамен на разблокировку их счетов, их средств, спецсчетов типа СИИ. Дальше. Как именно будет происходить обмен между брокерами, вообще профучастниками, инвесторами? И как будет происходить идентификация этих покупателей, недружественных резидентов? Вот ответ на этот вопрос я тоже не могу дать. Его будет давать Центральный банк Российской Федерации. Могу сказать только то, что для вас, для российских резидентов, эта операция будет без комиссий. Потому что, в соответствии с указом 844, брокеры и управляющие компании не будут взимать, внимание, с российских резидентов плату за вот этот обмен. И организатор торгов также не будет брать комиссию за организацию и проведение этих самых торгов. И это, я думаю, что все-таки плюс. Теперь практически, как это будет? Смотрите, вот у вас есть заблокированные бумаги. Вот есть недружественные резиденты, у которых заблокированы средства на спецсчете СИИ. Вот они у вас, соответственно, эти бумаги купили на этих торгах. Куда дальше эти бумаги идут? Они будут зачисляться на специальные транзитные счета, счета депо, которые будут открываться российскими депозитариями на имена вот этих покупателей иностранцев. И далее, потом, на основании поручения этих самых недружественных покупателей, они будут списываться с этих счетов на их счета в иностранных организациях. Вот таким вот образом. Естественно, возник вопрос. Подождите, но ведь активы заблокированы в НРД. Ну хорошо, они переставятся с вас на недружественного резидента. Ну и дальше как? А дальше, ну, мое мнение, получается, что это уже вопрос недружественных резидентов, как они это будут себе переводить. Но если это недружественный резидент, то это значит, что, скорее всего, ему лицензию на вот эту вот разблокировку будет, очевидно, получить гораздо проще, чем получить ее российскому резиденту. То, что если почитать все санкционные документы, то если у вас есть там ВНЖ, ПМЖ, гражданство, например, Евросоюза и так далее, то благополучно получить лицензию на разблокировку становится возможно, если мы говорим про место хранения Евроклир, Клиэстрим. Все, вопросов нет. Так что, видимо, это может быть интересно и привлекательно, если есть, например, это моя теория, крупные недружественные резиденты, которым нужно выйти. Они захотят, ну, скажем так, массово свои средства со счетов типа СИП разблокировать, получить замену этого активы российских инвесторов, и потом их через получение лицензии вывести на свои счета и таким образом выйти, собственно, с российского рынка. Допускаю, что такое вполне может быть, но какой будет спрос, к сожалению, пока сказать не могу. Дальше. Для того, чтобы вот этот обмен заблокированных бумаг с недружественными резидентами совершить, не будет требоваться разрешение правительственной комиссии. И указ этот вступает в силу уже вот 8 ноября. Ну, собственно, как конкретно все это будет происходить, это вопрос к ЦБ, потому что именно ЦБ должен будет принять соответствующее решение, как этот указ реализовывать на практике и выдать свои официальные разъяснения, как это все должно применяться. Так что ждем. И я думаю, что, ну, сложно сказать, сколько им на это времени понадобится, но вопрос насущный, поэтому я надеюсь, что это будет довольно-таки скоро. В любом случае, это, ну, по крайней мере, решение. Я допускаю, что если тем пойдет, то, может быть, и суммы для частных инвесторов могут и подрасти. Может быть, будет больше 100 тысяч, и может быть, и больше, и намного больше, чем 100 тысяч. Поэтому, в любом случае, ну, хорошо, это лучше, чем ничего. Но это пока то, что надо подождать, надо посмотреть, и это не то, что ощутимо прямо здесь и сейчас и сразу. А вот есть в этом указе то, что ощутимо здесь, сейчас и сразу. И это не может не радовать. Меня это обрадовало так точно, как только я прочитала этот указ. Друзья мои, что особенно хорошего? Это пункт номер 9, и я прям сделала вам его скриншотик. Смотрите, в соответствии с пунктом 9 этого указа, мы видим, что положение указа президента номер 81, который как раз и говорил, что нельзя осуществлять сделки с иностранными ценными бумагами, здесь говорится о следующем, что вот эти положения указа не применяются к сделкам, операциям, влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, ну, исключение российские ценные бумаги и еврооблигации российских эмитентов. Так вот, не применяются ограничения к сделкам по купле-продаже ценных бумаг, если одновременно соблюдаются следующие условия. Одновременно, то есть и, не или, а и. Пункт А и пункт Б. Какие-то условия. Первое. Иностранные ценные бумаги должны учитываться или храниться за пределами Российской Федерации. В иностранной организации, которая имеет, соответственно, в соответствии с законом и той страны, где она находится, право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Грубо, ценные бумаги должны учитываться в иностранном депозитарии. И расчеты по таким сделкам, купле-продаже зарубежных ценных бумаг, должны осуществляться по счетам или вкладам, которые открыты на имя резидентов в иностранных банках или иных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации, информация о которых раскрыта налоговым органом Российской Федерации в соответствии с законодательством. По-русски, если вы валютный резидент Российской Федерации, то есть у вас российский паспорт, грубо, ну или у вас есть там ВНЖ в России или ПМЖ, соответственно, вы можете спокойно покупать и продавать иностранные ценные бумаги на иностранных площадках, если, первое, права на них учитываются в иностранных депозитариях, и второе, если это делается с вашего зарубежного счета, у зарубежного брокера, любого, в любой стране, дружественной, недружественной, потому что здесь об этом речи нет, что это должна быть какая-то дружественная юрисдикция. Любой ваш зарубежный счет и место хранения, место учета иностранных депозитарий, и плюс еще, вы про этот ваш зарубежный счет должны должным образом уведомить налоговую. Если вы валютный резидент, то вы должны в течение одного месяца уведомить об открытии, изменении или закрытии вашего зарубежного счета налоговую. Исключение это, если вы мягкий валютный резидент, то есть вы больше 183 дней в течение календарного года не находитесь на территории Российской Федерации, тогда не надо. Поэтому, если вы открыли зарубежный прописки счет где угодно, и с него хотите торговать иностранными ценными бумагами, на здоровье, но только если вы сообщили про этот счет в Российскую налоговую. Все. Вопрос исчерпан. Наконец-то поставлена жирная точка. Вы можете это делать, потому что с марта 2023 года, когда вышло официальное разъяснение ЦБРФ, которое отменило пункт 1.11 своего предыдущего официального разъяснения, был информационный законодательный вакуум, который привел к некоторым спекуляциям на тему «можно-нельзя» и было действительно некое непонимание. Сейчас однозначно можно. Безусловно, есть риски, что зарубежный брокер, там, россиянину может принять решение закрыть счет. Но блокировку иностранного брокера может быть только в случае, ну, с моей точки зрения, вторичных санкций. То есть это уже, скажем так, определенную защиту для вас дает, если вдруг, не дай бог, санкционная политика в отношении российских профучастников будет продолжать оставаться довольно-таки жесткой. Поэтому торговать иностранными ценными бумагами на иностранных площадках можно. Можно. Welcome. Не благодарите. Ну и еще 9 ноября в 19.00 я провожу эфир на тему, а, собственно, что сейчас доступно российскому инвестору, если он хочет создать по-настоящему глобальный и диверсифицированный портфель. Мы будем говорить и про ситуацию с СПВ биржей. Я выскажу свое предположение, что можно, что нельзя и что, в общем-то, ожидать. Ну и, естественно, расскажу про все опции, которые сейчас существуют на российском рынке. Естественно, поделюсь своим мнением относительно того, насколько они опасны с точки зрения инфраструктурных рисков. И поделюсь своими мыслями про выбор зарубежных брокеров. Сколько их должно быть, почему, как их выбирать, как подстраховаться на случай, если вам укажут на дверь, или на случай, не дай бог, вторичных санкций. Ссылочка на регистрацию на этот эфир 9 ноября в 19.00 по московскому времени в описании к этому ролику. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если хотите оставаться в курсе, я стараюсь максимально быстро реагировать. И новость про то, что торговать иностранными бумагами можно. Я запилила в своем телеграме сегодня уже достаточно давно. Практически сразу, как вышел указ. И если вам нужна будет моя личная консультация, то же ссылка на нее в описании к этому ролику. Еще раз сори, что вот такая вот история у меня с вебкой. Но я жмот, и я жду черную пятницу, поэтому терпите, друзья. Терпите. И ставьте лайки, если вам нравится то, что я делаю, даже с такой фиговой веб-камерой.